Хай-я! Ace, queen, four, three hearts, flopped, flushed for Martini. There's the all-in from Martini. Kalilio's gonna give it one last look and calls. Хорошо же взять и удвоиться, увеличить свой стэк ровно в два раза. Именно за таким процессом мы сегодня будем с вами наблюдать. Пять раздач вашему вниманию традиционно. Павел Черемисин и Павел Занозин готовы прокомментировать. Всем привет, давайте с Новым годом поздравим. Не будем забывать это делать. Тем более, что Новый год нам сулит много интересного. Как, собственно, скорее всего и это видео. Давайте обратим наше внимание на эту раздачу. Оси Милленс, 16-й год. Ну и здесь, в общем, ничего сложного, наверное, не было для холла Стуздама поставить all-in. Ну а с чем там заколировал Миллер? Две дамы, сказали же уже наши антрофлотичные коллеги. Да, вот сейчас только видно эти карты. Ну, в общем, хорошее выставление для него, что и говорить. Да, только три живых аута прямых. Рано и так же... Рано и так же... Так, уже у холла не будет никаких флеш-дро в помине. Остались только те самые три туза. Ну и приходит, конечно же, Ривер. Вот кто-то ругает, знаешь, интернет-покер, что обязательно Ривер будет не твой. Да нет, вживую тоже так бывает. Майкл Хаб в этом турнире, который по 10 тысяч островельских долларов, с такой удачей займет аж 15-е место, а его оппонент в списках призовой зоны мною замечен не был. Не значился. Ну-ка, как Стив Удвайер будет здесь удваиваться? Король 10. Это Барселона, 13-й год, супер-хай-роллер, турнир, который выиграет Виталий Лункин. Но в этой раздаче еще никто не знает, что так случится. У Фабена Квозта 709 тысяч. Он думает либо кол, либо риол ин сделать. Ну, я бы склонялся к риол ину, конечно. Ну, так он и делает. Лишние нам здесь не нужны. И сразу две десятки на флопе. Стив. Сам не поверил. Ну, Стив отличается тем, что он очень такой равнолешенный игрок и прекрасно понимает, что если повезло, нужно измениться. Третье место он здесь займет с призом в 475 тысяч долларов. Да, были еще ауты два короля, но, точнее, один король, один. Всего-навсего он не пришел. Удвоение Стива Удвайером. Он Удвайер же, да, должен быть тогда? Да, да, да. Здесь он конкретно Удвайер. Шестнадцатый год. Дублин Хедзап. Всем известный Хедзап, поскольку русскоязычный игрок Дмитрий Урбанович вышел против Жюля Берне. Диджея студента из Германии с французскими корнями. Ну, и это, кстати, обратите внимание, какое преимущество. Жюль вышел четыре с половиной к одному. Вот такое было преимущество в Хедзапе. И Урбанович потихонечку-потихонечку отгрызал все это. И в итоге победит он здесь. Ну, вот Трихс в лампах. Великолепно же. Да, в этой раздаче ему будет просто тяжело проиграть. Хотя, если сейчас Бубна пойдет, то будет волноваться. Бубна, восьмерки, короли. Тут еще есть определенные варианты доезда в Урбанович. Кстати, Урбанович молодец. Прочекал. Сейчас, может быть, надо и Колс играть. Чек-рейс, я думаю, он будет играть. Чек-рейс, чек-рейс. Ну, просто стрит, видишь, какая история, не может усилиться. Некуда. Никогда. Не, ну, можно в теории до стрит-флэша доехать, но это не тот случай. А какая-то рука, даже простое совпадение, это самое усиление найти может на последующих улицах. Поэтому сразу Рейс, и теперь он в атаке. Кстати, да, такой, да? Ну, спарилась когда, да, это сразу неприятно. Нет, дело не в этом. То есть, пока-то можно еще целиться. Я думаю, что хорошим сайзингом, сейчас посмотрим, 1,8, да? Где-то под миллион, наверное, он будет ставить, чуть меньше похоже. Ну, да. Представляешь, вот сейчас получает ол-ин. Что делать? Ну, все мы уже не выбрасываем. Потому что так сыграет семерка, так сыграет какой-нибудь полублеф, который, ну, там, не знаю, там, так сыграет флэш-дро, будучи полублефом в данном случае. Хотя, зачем так играть флэш-дро? Ну, то есть, много рук, которые мы пока обыгрываем, скажем так. Даже флэш-дро здесь нет смысла. Если он на флопе его резко не разыграл, то потерну он будет просто платить. Ну, и после кола у нас банк 3,6, да? А за спиной 1,8. Да, ну, здесь, конечно, уже прям. Дарта Вейдера играет здесь, Жильбернин. Мы же с тобой как-то уже определяли, что это первый официальный ковид-пациент, судя по дыханию. Кстати, мог бы и выкинуть свою восьмерку, наверное, нет? Ну, поскольку попал в нашу подборку раздач, то не выкинет. Ну, тяжело, кстати, здесь выкинуть восьмерку, между прочим. Он там совершит гораздо более катастрофичные действия, но о них, я думаю, мы, к сожалению, еще с тобой поговорим в этом сезоне. Люди любят очень вот с этого хедзапа нам раздача одни и те же показывать, но это не одна из тех. Здесь мы видим ее чуть ли не первый раз с тобой. Да, с этой раздачи, с этого удвоения Урбанович начнет путь к победе в этом турнире. Развадов, и у нас здесь вот такие люди, Мари и Жиль. Девятки против десяток. Да, это Развадов, это 2017 год, причем я не нашел ни того, ни другого в списках призовых выплат. Вот, ну, в общем, давайте посмотрим, как 20 на 80 выставляется. Ну, и удвоится может только Мари, потому что у него меньше был стэк. Ну, значит, мы знаем, чем закончится, подумаем, как просто. А карты какие красивые, смотрю, у них. Да-да-да, вот пока по такому... А, ну, десятка, нет, десятка не может быть. Только девятка, только девятка, да. Которая даст ненужный стрит Жилю, но фулл-хаус Мари, она и приходит, конечно. Так и есть. Карты мне очень понравились. Знаешь, такого из набора вот этих для игры в дурака, которые по 20 рублей продавались. А это же Развадовское, ну, казино в Развадове по титульному спонсору. Хорошо, понятно. И там катки серьёзные. Так, ну, а это у нас 2019 год. Это Карибы. И хедзапы видим между испанцем Рамоном Каллилосом и французом Жульеном Мартини. Хороший составчик. И стэки у них, в общем, не сильно отличаются. Сейчас посмотрим. Я думаю, интересная раздача будет. Раздача будет очень интересная, а главное призовые, за которые не сражаются. Минимальная выплата за второе место почти 3 миллиона долларов. За первое 5 миллионов 100 тысяч долларов США. И это было каких-то два с небольшим года назад. Да, но дело в том, что здесь Баин по 25 тысяч долларов. И так-то Баины увеличены на Карибах, да, на серии Poker Stars Caribbean Adventure. А здесь вообще чемпионат игроков по 25 тысяч долларов. Итак, что мы имеем? Флэш-флопа и даму, которая у Каллилоса еще и слабая очень. Еще спокойненько здесь спасаться надо было и все. Наверное. Но он хочет поиграть. И ему приходит трипс. Да, только что было 3% на победу, а теперь уже 23%. Хорошо. Но стейки такие глубокие, что банк 5, а у них у каждого там в 4. И даже, как мы видим, в 7 раз больше, чем этот банк. Ну, сейчас, представляешь, испанец играет чек-рейс, например. Сейчас, естественно, француз-то будет ставить, потому что у него-то довольно уязвимый флэш, да, девятка хай. Поэтому он загружает. Смотрим, сколько. Банк почти. Почти банк ставит, да. Жульен. И Рамон сейчас. Рейс, да? Ну, видимо, в два раза. А, нет, просто кол. Ай-яй-яй-яй-яй, какая грязь. Ранер-ранер фул. Да, и теперь СПР чуть больше единички. Ну и как вот Каллилоса, кстати, добрать по максимуму здесь? Чек! Муртини, просто чек, просто чек, спокойно, и все, нет? Нет, нет, ну а как бы какая рука, какая рука здесь будет чекать? Он сам поставит Алын, да. Ай-яй-яй, не знаю. Ну, мы видим, конечно, как это все произошло, но, честно, можно было спокойно чек сыграть на ривере. Ну, вот видите, когда вам с трех процентов доезжает сто, поэтому Рамон Каллилос и победит в этом турнире. 5 миллионов 100 тысяч долларов отправиться к нему на банковский счет. А почти три у француза. Скорее бы все это вернулось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok